К вам пришли брови или губы с засаженными участками у мастеров на сленге. Это означает, что пигмент лежит на слишком большой глубине. То есть мастер заглубился и цвет в таком случае выглядит гораздо холоднее. Обычно это такие серо-серо-фиолетовые оттенки. Так вот, заглубления и пятна, что с ними делать на коррекции? Всем привет! Меня зовут Елена Нечаева и я 3 ноября проведу вебинар о коррекции на всех зонах. На бровях, на губах и на веках. Стоимость вебинара будет всего лишь 2000 рублей. Посмотреть его онлайн будет гораздо правильнее. Во-первых, в записи вебинар будет стоить дороже. А во-вторых, вы сможете онлайн задать мне любые вопросы о коррекции. Я на них с удовольствием отвечу. Ссылка в шапке профиля Инстаграм и в описании к этому видео. Вообще, эта проблема частая у новичков. Опытный мастер, он даже если и заглубится, то мягко и равномерно, не пятнами. Новички обычно делают это грубее. Чаще всего это не просто пятна, а еще и пятна очень холодного оттенка. С серыми или, как я говорила, с серо-фиолетовыми такими оттенками. Решений проблемы две. Первое, это удаление или осветление лазером, ну или может быть ремувером. Смотря чем вы владеете или что у вас есть. Второе, это перекрытие корректорами. Разбираем первую. Если пятна имеют большую площадь или, например, на русых бровях или губах натурального оттенка, у вас очень темные пятна. Серые, допустим, на бровях или какие-то серо-фиолетовые на губах. То есть, большой контраст между нормальным цветом и ненормальным тем, для которого нужен лазер. Скорее всего, произойдет инверсия цвета. Я уже говорила, что это такое в предыдущем видео. И оттенок изменится. Второй плюс, это то, что пигмент частично уйдет и он как бы поднимется выше, перераспределится. Не знаю, условно займет свой слой, другой слой. Соответственно, уходить через время он будет более равномерно. На обновление к вам придут брови с более-менее таким равномерным остатком. У ремувера, в общем, действие примерно такое же. Как заявляют производители, часть пигмента уйдет с корочками. А в общем, он как бы поднимается тоже выше. Но опять это со слов производителей. После лазера и ремувера клиента мы отправляем, конечно, заживать. И коррекцию делаем не раньше, чем через месяц. Второй вариант решения проблемы, это изменение цвета корректорами. Тут тоже два варианта. Если заглубление мягкое и равномерное по всей брови, допустим, то можно пройтись корректором и поработать обычным цветом на одной процедуре. А если глубина большая и цвет изменен очень сильно, границы контрастны между пигментом нормальным и пигментом заглубленным, то я рекомендую поработать вам корректором и отправить эти брови заживать. Через месяц, если цвет благополучно изменится, вы должны оценить это через месяц, вы уже тогда можете работать основным цветом. Если нет, если все еще вам не понравится оттенок и контрастность между цветами, то вы можете еще раз поработать корректором. И тут важно понимать, почему создаются пятна и заглубления. Или вообще два в одном заглубленные пятна. На бровях часто можно избежать заглублений, если начинать работать с хвостика. Очень аккуратно и проверяя прям каждый блок. Прошли блок, стерли. На то, как лег цвет. Это очень удобно, потому что вы не потеряете эскиз. И второй важный момент. Кожа в хвостике, брови. Самая тоненькая. Она тоньше, чем в головке. Вообще реально в два раза практически. Поэтому самое страшное, что случится, если вы не поменяете нажим, то это то, что усилие, которое сработало в хвосте, будет недостаточным в головке. И она останется светлой. Ну или пустой. А вот если вы начнете с головки и будете двигаться в хвост, то одинаковое усилие, которое вы используете в головке и в хвосте, приведет к заглублению в хвосте. Прям вот я это наблюдала у новичков постоянно, у студентов. А вот пятна создаются, если мастер не владеет правильным штрихом. Освоить его можно путем бесконечных тренировок на латексе, конечно. Как без них. Под руководством, допустим, куратора на нашей платформе по обучению на курсе онлайн мастер, штрих на латексе, штрих на бумаге. Любой на выбор. Если вы видите у себя эти проблемы, заглубления, пятна на бровях, на губах и вообще упаси боже на веках, там исправить сложнее всего пятна, я имею ввиду тени, допустим. Вам нужно провести со мной вечер и узнать, как работать корректорами и исправлять эти ошибки. Но в идеале вам нужно научиться их избегать. Поэтому переходите по ссылке в описании к этому видео, регистрируйтесь и мы с вами встретимся в онлайне.